Привет, ребята! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, как же нам можно улучшить свой АИМ при игре на геймпаде. Автор оригинального видео выписывает сейчас благодарности всем за отзывы по поводу прошлого его ролика, где он 32 кг в соло сделал. Ну а я же в свою очередь хочу поблагодарить вас за положительные отзывы на мой прошлый перевод, который повествует о том, какие же лучшие значения назначить на кнопке геймпада. Ну и давайте посмотрим отрывок того видео, где Апшелл распистонивал сквады. Многие думали, что я использовал АИМ бота, но это не так. Вообще-то Эпики не очень-то и любят такие штуки. И вряд ли стали бы спонсорами моего канала, если бы я использовал АИМ бота. Но я использую стандартный помощник прицеливания, который помогает наводиться на цель. В общем, ребята, усаживайтесь поудобней, берите в руки свой геймпад, прячьте клавиатуру с мышкой куда-нибудь подальше, потому что данная штука работает только на консолях и, в общем-то, на ПК не имеет смысла. И когда вы усвоите уроки из этого видео, то вы будете просто кайфовать, играя в Fortnite. Сейчас я хочу продемонстрировать вам несколько тем, которые будут актуальны в этом видео, перед тем, как мы перейдем, скажем так, к техническим понятиям данного видоса. Эти темы обязательно нужно усвоить, потому как без них никуда. Первым делом давайте разберем поведение нашего перекрестия при первом выстреле. Обратите внимание, как изменяется значок перекрестия во время того, как он находит цель или теряет же. Когда цель, скажем так, обнаружена, вот на примере ламы, то перекрестие сужается, значит, что это будет удачный выстрел. Когда вы стреляете стоя и очереди, то все пули летят в любую из точек внутри перекрестия совершенно рандомно. Но стоит вам только присесть и начать стрелять по одному выстрелу, то вы видите, как перекрестие снова сужается, что обеспечивает вам превосходную точность при выстреле. Очень важно в данной технике сохранять именно вот это положение, находиться в приседе и стрелять по одному выстрелу для того, чтобы нанести максимальный урон противнику. Конечно, в этот момент вы становитесь более уязвимым для снайперов или для каких-то других врагов, которые могут находиться неподалеку. Данная техника очень хорошо работает на средних и дальних дистанциях. Она показывает просто фантастические результаты, но не рекомендуется к использованию, когда враг очень близко, потому что вы становитесь легкой мишенью, словно подсадная утка. Еще две важные вещи, про которые я хотел бы сейчас рассказать, это АИМ-ассист, помощь прицеливании на русском, и стрельба на месте, которая в контексте данного видео не очень важна, но важно понимать, что это основная вообще тема для того, чтобы стрелять и убивать противника. Хорошо бы вам, конечно, показать это на примере живых мишеней, но, к сожалению, сегодня мои друзья все отсутствуют в онлайне, и поэтому я на примере, грубо говоря, дерева и бочки показываю вам, как работает этот метод. Посмотрите, стоит только застыть, и прицеливание происходит просто великолепно. Люди, которые жалуются на авто АИМ, просто не представляют себе всей ситуации в прицеливании, то есть проблемы прицеливания на геймпаде. Просто-напросто, когда ты играешь, используя мышку, у тебя на поверхности стола гораздо больший простор для того, чтобы тщательно прицелиться, в то время как, используя один палец на геймпаде, у вас ограничена эта возможность. Подобная штука, как стрельба на месте, которая увеличивает вашу точность, вообще действует только в консольных видеоиграх. Но далеко не во всех, а оно как бы нужен, этот АИМ-Ассист. К примеру, в Радуге, где в основном-то действие происходит на близких расстояниях, и просто-напросто АИМ-Ассист не нужен. Еще одна форма помощи в прицеливании называется АИМ-Ассист Ауторотейшн, что на русский язык можно перевести как «помощь в прицеливании подвижущимся объектам». Когда вы нажимаете L2, то прицел буквально притягивается к ближайшему подвижному объекту, и я покажу это на примере дальше в видео. Мы с ребятами сняли некоторые моменты, чтобы наглядно показать, как эта система работает. Итак, ребята, стрельба на месте и помощь в прицеливании подвижущимся объектам. Конечно, перевод немножко странный может быть, но вот это именно те две основные вещи, которые помогут сделать вашу игру более результативной на средних и дальних дистанциях. Благодаря использованию этих двух механик, порядка 70, а то и 80% ваших выстрелов будут попадать в тело и наносить урон. Сейчас я буду прицеливаться в игрока под ником S550. Сейчас я нажимаю L2, и вы видите, что прицел сам наводится на врага, несмотря на то, что я каждый раз, видите, смещаю немножечко влево свой прицел. Но, благодаря ассисту, я могу спокойно нашпиговать врага свинцом, несмотря на такое большое расстояние и отсутствие какой-либо оптики. Для того, чтобы данная механика работала как часы, не забывайте, что вам нужно оставаться в положении сидя все это время, для того, чтобы прицел работал на максимум. Данный способ лучше использовать на публичных серверах, потому что, если вы долго будете находиться в таком сидячем положении, то понятное дело, что вас быстро вычислят опытные игроки. Если вы принимаете участие в турнирах или просто на кастомных играх, то, наверное, с этим лучше не частить. Но, конечно, когда и уровень игры не очень-то и хорош, то это, наверное, будет хорошим началом в карьере самого лучшего игрока Fortnite планеты. Основы набивания киллов вы теперь знаете. Вперед на паблик сервер, чтобы сделать 10-20 киллов за одну каточку. А теперь же давайте посмотрим, как работает помощь в прицеливании подвижущимся объектам. Ну, понятное дело, если противник начнет застраиваться, то все пойдет по-другому, но если вы видите бегущего, то можно застать просто врасплох и вот так вот и убить кого-нибудь. Много людей спрашивают меня, как я это делаю, а многие меня обвиняют в том, что я использую каких-то аим-ботов для того, чтобы сделать там по 20 киллов, по 15 закатку или больше. Но, ребята, это всего лишь правильное использование внутриигровой механики. И все, понимаете? И любой человек, который заходит на сервер поиграть, используя правильно aim-ассисты все, может делать то же самое. И будем честны перед собой, никто ведь помощь в прицеливании не отключает, правда? Но если же вы отключаете помощь в прицеливании, то вы делаете просто игру для себя гораздо тяжелее, чем она может быть. Вот и все, ребята. Перевел и озвучил для вас видео Бора. Ставьте лайк, если понравилось, подписывайтесь на канал. Также я участвую в программе поддержки авторов от Epic Games. Вводите мой тег в магазине Epic Games или когда тратите веб-баксы в Fortnite. Спасибо, пока.